всем приветики я уже делал обзор на эту мышку и она не работает как вы уже знаете из обзора а когда зашел в мастерскую и сказал могут ли мне сделать лазер на мышке мне сказали что вряд ли кто-то этим будет заниматься видимо потому что ну рим замена лазера плюс и работа будет стоить только же сколько новой мышкой поэтому никто ну кто захочет заниматься этим когда можно проще будет человеку купить новую мышку ведь и вряд ли себе скажут что ремонт будет стоить стоимость мышки и ты будешь заниматься ремонтом проще уже действительно новую мышку купить чем ремонтировать сара поэтому этим никто не будет заниматься но раз так то можно ее разобрать и посмотреть что у нее внутри поэтому открываем здесь у него есть болтики отрываем наклейки которая немножко которые должны были скользить по столу под ними скрываются как раз таки болтики которые удерживают корпус мышки не дают ему разойтись он как раз таки под наклейками и есть те самые болтики мы их выкручиваем и посмотрим что внутри и раз никто мышку это делать не бой то соответственно и можно просто разобрать возможно этот провод usb пригодится для чего-то короче выкинуть просто эту мышку разобрать посмотри что внутри что нужно типа провода оставить у остального выкинуть здесь потому что сами я точно не сделаю если мастерские не будут этим заниматься или будут но за загнут цену которая будет стоить настолько же сколько новая мышка то есть сильно тогда проще новую мышку приобрести и так вот мы открутили это все что было снимаем часть верхней здесь у нас кнопка мешает видимо а возможно и там еще что есть да он еще один болтик скрывается там внутри держит да есть такое дело все а теперь уже все болтики выкручены все пять штук на этом на мышка получается все эти кнопки 1 2 3 4 5 6 7 и подсветка они работают от этой плоды остальная часть колесик две другие кнопки вот эти вот эти две кнопки вот эти вот верхняя плюс вот эти снизу находятся а здесь только подсветка и средние кнопки когда-то эта мышка довольно таки дорого стоила а а теперь а теперь уже ее можно просто выкинуть это кстати кнопочки получаются кнопочки колесик многие не знают но на крючок тоже можно нажимать ты на ничего такого здесь особо интересного и нету можно попробовать все остальное выкрутить а зачем здесь вот эти вот болтики они просто что утяжелено это был железная пластина что она держит просто что она делает не дает просто выпасть в платье ну да это просто железная пластина ничего себе или она просто нужна для утяжеления просто кусок металла он таки здорового металла он просто здесь есть такое ощущение что он просто для утяжеления здесь был и все и больше никакую функцию не выполнял а этот был цикла чем здесь его мы выкручиваем что происходит а это типа вот эта кнопка здесь держалась болтиком кто-то строил эту мышку а может такая вот мышка это довольно таки серьезная мышка реально у него столько много кнопок не в каждой мышке стопа кнопок плюс лазер и не оптический этот светодиод а лазер и дп и не то что как как у некоторых бывает там 3000 дп и а 8000 дп и там было то есть реально крутая мышка была геймерская я специально такой покупал а наверно счет эту штуку держал это железяка шпан его было непонятно теперь как как вытянуть вот это все что еще держит может быть еще под этой наклейкой есть болтик который держит плату кое-что же может быть да уж я помню раньше когда-то давно когда еще был совсем маленьким я любил что-то разобрать поковырять а вот чувствуется здесь какая-то что то есть типа болт ну типа какой-то какая-то впадина есть такая ну ка для чего она здесь ну на типа что какой-то болтик там или что ну в общем я посмотрел здесь просто какая-то пластмаска немножко вогнута чего она туда вогнута непонятно и кстати пока смотрел вот эта штука отвалилась передняя отсюда вот отвалилась здесь стояла можно кстати вот эту часть она на каком-то таком типа шлейфе держится отсоединить вот мы на мы похоже что оторвали они отсоединили да уж а еще вот эта штука я тоже смотрел она вообще прикольная даже зашли такое возможно типа здесь юсбишка вот такая то есть ничего себе то здесь провод идет этой мышки очень много лет я не помню сколько она года но у меня не было ни одной такой мышки которая бы соединялась через микро юсб то есть типа это вставляется в юсб а вот это в микро юсб ну а к ней приходит микро юсб то есть по сути этот провод даже для зарядки телефону подойдет вставляешь в телефон это микро юсб а это просто в зарядное устройство и все хотя может быть слов может быть она работает может быть просто здесь засорилась вот эта штука хотя другой стране и я никогда не доставала она не могла засорить она обычно стоит засорять когда ты туда-сюда дергаешь и туда типа попадает пыль но я я даже не знаю что он достается типа и туда не могла попасть пыль а по сути она вон все такое новенькое чистенько я реально не ожидал что такое возможно и я получается шлейф оторвал я хотел отсоединить нас по вот эту штуку вытянуть а нужно верный так достанется до получается и микро юсб держалом с этой стороны всего так выглядит здесь все вот так колесико достается интересно как он так крутится типа и может быть просто что сюда пыль попала может быть если пыль почистить бы то все нормально было бы хотя где этот лазер который вот это что ли это тот лазер или где он находит может где-то лазер был вот это и был типа вот этот лазер а где стеклышко я держу какой-то стеклышко стояла я уже и так не аккуратно делал что все разлетается типом а она крутит этому как крышка так типа крутится оказывается он да вот это вот штучка на крутится вот короче когда-то оставляешь она крутится казалось что ли за зубринка какой а он виде 6 и шестигранника такого на и думал круглый думал как он крутит ну вот она все ложка его нашел вы получаете это увеличитель на стеклышко должен стоять наверно вот так или и наоборот здесь наверно в определенным вот так должен дам все залезло так должен стоять хотя может быть она бы и работала если бы я ну я решил я просто решил разбирать мне разбирать а ломать а себе я аккуратненько разобрал бы здесь волну волосы были потому что в процессе пользования в кольцо попадает волосы их наматывает сюда возможно типа какой-то волос типа вот на это колесо замотала то лол как неудобно типа на это кольцо какой-то какой-то волос замотала может быть типа сюда вот замотала волос какой-то на это колесо а он воткнулся как-то мешал здесь лазеру или может быть под сам лазер может быть и ну сюда внутрь что-то попало ну под вот это вот цепочку что-то залетело типа под в эту эту плату и поэтому оно не работало может быть себе я в аккуратненько разобрал ну почистил бы деревья все здесь почистил продул может быть оно бы заработало или может быть просто банально реально кабель отошел может попробовать было бы другой кабель Хотя Может быть сейчас попробуйте подсоединить Но я реально оторвал Я просто вот хотел Здесь шлейф отсоединить Он же отсоединяется По идее Но я его оторвал Вот так я хотел А нет, все точно сломал А, здесь эти вот защелки Нужно было защелки это двинуть Тогда бы она снялась Но обычно шлейфы как на компьютере Ты вставляешь, они оделись Тянешь, они снимаются Ну то есть они так сильно обычно Не без защелок обычно Ну могу в принципе попробовать Компьютеру подсоединить Ну в общем самое интересное Что я подключил к компьютеру Даже провод другой попробовал уже И оно заработало То есть я нажимаю на Вот эти клавиши Вот эту и эту Это левая кнопка мыши, а это правая Вернее это правая, а это левая То есть это менюшку открывает, а это нажимает Клавиша работает Даже колесико Вот это колесико крутится И тоже страничка вверх-вниз двигается Но лазер А лазер не работает Я мышку двигаю А оно не отвечает Я даже убрал там Это сцикло увеличить Попробовал не работает Подул сюда Ну не работает оно Попробую Могу сейчас от USB-шника включить По идее тоже должно заработать Не, не хочет От USB-шника почему-то не хочет От компьютера работает От USB От зарядника не хочет Почему так Видимо потому что тут только зарядка идет А должны еще какие-то типа Ну данные с компьютера идти Что типа Оно Какой-то интерфейс Типа который видит Что это действительно устройство И да, не хочет работать А так если так прикольно Лампочки такие загораются Если от компьютера Таким вот образом загорается Вроде бы все работает Здесь передние светодиоды Здесь средний светодиод Под колесик Оно к сожалению Не работает Ну клавиша работает Но сам лазер Вот он здесь Двигаешь мышку Оно не работает То есть реально лазер сломался И не работает Так вообще Даже хоть оно в таком разобранном состоянии Но оно работает Но сам лазер Вот я получается и продул уже И кабель уже заменил Если дело было в кабеле Ну могло бы быть в кабеле То кабель я уже заменил Ну то есть другой кабель Сам Саму вот эту штучку от лазера Увеличительное стекло Почистил Сам лазер продул Не хочет работать Так что Как бы я не пытался К сожалению Попытки подключить Мышку Не уменьшаясь успехом Кстати Увеличительное стекло По-другому не поставишь Кроме только так Ну я уже пытался Я продувал Я даже уже там И отверточкой почистил Вот здесь вот В лазерах самих Почистил Хотя там не грязно Там чистенько И там чистенько Вот типа вот это лазер Сюда становится Одна увеличительная Сюда Ну и наверное Такой вывод Что не стоит покупать Лазерная мышка У меня мышка Ну оптическая Не лазерная До сих пор уже Сколько лет работает А это лазер На год поработало И все И лазер сломался Ну удобно кстати То что Я думал Придется Ну типа Я думал Провод возьмем Ну удобно Что есть провод Здесь двухметровый провод USB-шный Я думал Что он просто Приходит в мышку Ну просто в мышку приходит Я думал Что я его обрежу А на выходе Придумал Какой-нибудь разъем Обычный Куда можно Что-то подключить Типа Ну такого Вот какого-нибудь Разъемчика А так получается Что здесь Микро-USB То есть Даже не нужно Ничего имудрить Просто как Провод для зарядки Будет То есть Удобно Даже Вот тебе пожалуйста И провод пригодился То есть Даже не надо Ничего резать Ничего имудрить Ни какие-то разъемы Все уже готово Это круто Ну с этой палатой Я ничего не могу Себе взять Здесь все Такое Типа Уникальное Вот Поэтому Отсюда взять Ничего Ну вернее Не то чтобы Уникальное А то что Специфическое Лазер Он уже Нерабочий Да и куда его Поставишь Колесик Тоже Ну и все Такое Я не вижу Где это Я мог бы применить Поэтому Мне это Не надо Единственное Единственное Что я могу Отсюда взять Это вот Провод Кусок железа Реально Такой толстый Может куда-то Пригодится К чему-то Что-то прикрутить Что-то зажать Или куда-то Подложить Вот это Реально То что Пригодится Кусок Ну провод Уже готовый В качестве Для зарядки Хотя Сколько он через ампер Пропускает Тоже неизвестно От провода Что же зависит Сколько только Через него пройдет Потом Кусок железяки Тоже Или как подставка Под что-то Довольно-таки Неплохая Серьезная Такая штука Вот Даже под стол Можно Там где ножка Болтается Подставить Такая серьезная Штука Типа Лол Вот Ну все Все эти пластмасски Не надо Болтики Можно куда-нибудь Положить Маленькие Шурупчики Эти все Колесик Все Это Пластмасса Это все Мусорку Плата Плата Тоже мне не нужна Я не знаю Если куда-то Можно сдать Я бы реально Все что у меня Есть Такой вот Платой Со всем Что мне не нужно Я бы сдал Куда-нибудь Типа Зачем выкинуть Может кому-то Ну здесь же только Лазер не рабочий Остальное все рабочее Может быть кому-то Реально пригодилось Б какому-нибудь Радиолюбитель Ну или тем Кто занимается Техникой Куда-то Куда-то Можно вставить Кто-то бы Выпоял Это же мне Не надо Так выкидывать Зачем Если оно Все рабочее Кроме лазера Вот Поэтому я бы На самом деле Реально Отдал бы Кому-то Ну Сдал Вернее Сдал бы Если можно было Вот как Макулатуру Сдаю Там все Такое Я бы Сдал бы И все Эти Брадио Детали Вот так Открывается Как я в первый раз Не сделал Эти штуки Отодвигаются По бокам И оно Должно Сниматься Хотя Оно все равно Еще держит Это получается Нужно брать Отверточку И по этим Защелочкам Пройтись С одной Стороны И с другой И оно Должно Сняться Но мне больше Кажется Что я сломаю Хотя Зачем Если Оно Уже Типа Щелкнут Но По идее Вот так Он Должно Сниматься Ясно Еще Одну Сломал Да А уж Здесь шлейфы Конечно же Такие Странные На самом деле Обычно Шлейф Держится За эту Штуку А так Шлейф Просто Вставляется А эта Штука Его прижимает Получается Он с этой Стороны Вставляется Она его Просто Прижимает Не Я ее не сломал Я ее снял Но я думал Он за нее держится Он не держится Он просто Прижимается Поэтому Можно сказать Бесполезная Штука На самом деле Ого Зажато Так Зажато Ну Из этого Что я нашел Это Самое Что полезное Такое Реально Тем более Готовый Я ни разу Не видел Мышку Которая Просто Которая Провод Отсоединяется Это реально Первая мышка Моя Такая У которой Провод Отсоединяется Обычно Они уже Припаяны К мышке Провода А тут Он просто На разъеме Даже Знать не знал Столько И пользовался И даже Знать не знал Хотя Зачем Если мышка Работает У тебя Нет никаких Проблем Ты Даже Не вникаешь Как Она Что Устроена Если бы Я ее Сейчас Не разобрал Это не знал Ничего себе Оно закручено Все Раскрутил Ну теперь Получается Ну благодаря Этой разборке Вы Оно просто Здесь Как бы Держать Немножко Вы И я Знаете Что делается Внутри мышки Правда Не каждая мышка Внутри Так выглядит Но Хотя бы Общее представление Есть Как выглядит Колесик За что Он держится Как он Крутится Как вообще Внутри Мышка Выглядит Как у нее Кнопочки Внутри Выглядят Ну в общем Уже Общее представление Есть Я же ведь Никогда не Разбирал Такую мышку Я как-то Разбирал Мышку Эту не Полностью А шариковую Там где Шарики были Чисто Открываешь Снизу Эту штучку Вынимаешь Шарик И уже видно Там шарик Ездит Вокруг Я не помню Что там было Тоже какие-то Как по каким-то Он Частям Пластмассовым Ездил И двигал Этими частями Шестеренки Которые Или Или Не шестеренки Или шестеренки Он там Двигал По моему Шарик Ездил Просто По валам Пластмассовым По палочкам Пластмассовым Которые Крутились И двигали Шестеренки А шестеренки Уже Типа Ну Двигали Вот как Типа Здесь Вот такую Штучку Колесик Который Который Уже Показывал Мышке Что Нужно Двигаться Курсор Двигаться Либо в одну Сторон Либо в другую И то Я не полностью Разбирал Этот шарик И через него Видно было А сейчас Я реально Впервые Я полностью Разбираю Мышку И то Такую Крутую Получается Геймерскую Но Шлейф Можно Отрывать Хотя Он не Отрывается Он просто Высовывается Потому что Этот я Аккуратненько Отсоединил Ну С одной Сторон Неаккуратненько А с другой Аккуратненько Вот с этой Сторон Аккуратненько Вроде И все равно Он просто Выскочил Так что И тут Он просто Выскочил Он Ничего Не порвалось Ну И тоже Вот Плата Плата На которой Приходит Один Шлейф Другой И С этой Стороны У нас Кнопки Вот Они Кнопочки Как раз Таки Вот Эти Три Кнопочки Вот Они Одна Кнопочка Другая Третья И Возможно Нет Подсветки На них Не было Не было На них Подсветочки Но Где-то Подсветочка Была Светилось Где-то Что-то Светило Эта Штука По-моему Светила Или Нет Я Уже Не помню Даже Вроде Светил Все Вроде Нет Ну Ну Что же Разбирается Все Так Если Попробовать Снять То Да Так вот Я же Не договорил В детстве Когда-то Я очень Любил Все Разбирать Зажигалку Какой-то Разберу Какой-то Плеер Разберу Все Разбирал И просто И просто Все Запчасти Маленькие Складывал По коробочкам Разобрал Сложил И у меня В итоге Столько Запчастей Было Это Просто Ужас Они До сих пор Где-то Валяются По ящикам Надо Будет Кстати Порядок Навести Выкинуть Все Потому что Зачем Мне Все Эти Какие-то Чистички Всего Вот Ну Что Ломаем Вот Так Вот Снимается Верхняя Часть И Под Ней Вот Они Кнопочки Просто Кнопочки За что Они Держатся Даже Там Видно Все Кусочек Платы Есть Вот Он Да Точно Здесь же Кнопки Еще С этой Стороны Есть Вот Они Вот Здесь Такая Плата Типа Кнопочки Нажимаются А Здесь Еще Светилась Даже Вот Эта Вот Штука Показывал Типа ДПИ Уровень ДПИ Вот Эти Пластмассочки Вот Эти Вот Они Даже Такие Беленькие Светились Показывая Насколько Насколько Включена Скорость Мышки Там Пружиночки Были На этих Пластмассочках Нажималось И кнопка Назад Отскакивала Ну Вот Сами Кнопочки Точно Такие А Плата А где Лампочка Меня Интересует Лампочка Как там Лампочка Выглядит Оно Отсоединяется Даже Так Стоп То есть Получается Оно Стояло Вот Так А Так Вот Лампочки Вот Они Раз Лампочка Два Три Четыре Пять И Здесь Вот Этих Штучек Раз Два Три Четыре Пять И Просто Эти Лампочки Вот Эти Вот Оно Так Вот Прижимается Боком И Просто Они Светят На Эту Пластмаску А Оно Сюда Отдает Оно Светит В Окошко Одно Оно Отдает Сюда Другое Оно Отдает Туда Эти Окошки Видимо Отделены Прикольно Открыть Эту Штучку Коробчонку Эту Ну Там Пожалуйста Вот Они Отделены Секциями Типа Лампочка Светит Сюда И Она Отдает В Эту Секцию И Отделено От Другой Секции Светит Сюда И Отдает В Эту Секции Прикольно Придумано Да Такое Ну И Все Вот И Вся Плата Две Кнопочки И Лампочки Все И Здесь Вот Такой Вот Механизм Но Это Ж Не Все Еще Вот Сюда Светило Эта Штука Белая Она Тоже Светилась Но Она Уже Светилась Где-то От Платы Если Это Стояло Здесь Кнопками А Ну Да Вот Так Она Стояла Как Раз Она Сюда Подходит На Эту Штучку На Беленькую И Вот Написано LED LED Светодиод И Этот Светодиод Светил Сюда И Эта Штука Горела Ну Да Вот Она Здесь Просто Пластмасска Такая Ну И Вот Я Уже Достал Отсюда Этот Кусок Пластика Вот Он Просто Реально Кусок Пластика Но Видимо Который Хорошо Передает Ну Не Не Хорошо Но Когда Светишь На Ее Видимо Хорошо Светится Вот И Разница В чем В чем В том Что Когда Разбираешь Какое-то Устройство Кстати Разборка Получилась Даже Наверное По Длине Больше Чем А Хотя Нет Не Больше Примерно Почти Такая Как Обзор Такая Же Долгая И Когда Разбираешь Есть Два Варианта Либо Ты Аккуратненько Разбираешь Прям Все Так Аккуратненько Отсоединяешь Там Все Разлаживаешь Там Ну Так Делается Обычно Если Собираешься Собраться Если Ты Ну Просто Хочешь Разобрать Посмотреть Что Там Или Или Что-то Починить А Потом Собрать Тогда Ты Аккуратненько Все Снимаешь Ничего Отковырнул И Ломаешь Как Я С С Вот Этой Крышкой А Там Аккуратненько Со всех Сторон Поддеваешь Там Чтобы Ничего Не Сломать Ну И В общем Либо Ты Аккуратно Разбираешь Либо Ты Просто Громишь Ломаешь Потому Что Уже Знаешь Что Тебе Не Надо Это Просто Расковырял Посмотрел Что Внутри Ну Просто Ради Интереса Посмотрел Что Внутри Такого Пластика Надо Никому Ты Его Просто Выкинешь Ну И Вообще Весь Этот Пластик Все Он Уже Никому Не Нужен Единственное Что Может Пригодиться Это Болтики Вот Эти Винтики Эти Чтобы Куда То Закрутить Потом Может Быть Понадобится Пригодятся Провод Естественно Он Целый С ним Все Хорошо Пригодится Может Железя Пригодится Или К чему Прикрутить Или Просто Под Что Подложить Ну И Возможно Пригодятся Пригодились Бы Платы Тому Кто Занимается Типа Ну Пайкой Каких-то Вот Именно Микросхем И Вот Реально Был Чем Выкидывать Платы Вот Эти Ну Я думаю Нормальные Нормальные Все Эти Составляющие Только Что Здесь Лазер Не Работал Я Был Реально Кому Бы Если Можно Было Сдать Если Был 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 Где-то У Нас В Городе Какой-то Пункт Приема Радио Деталей Микросхем Я бы Лучше Туда Занес Чем Выкидывал Потому Что Ну Здесь Реально Все Целое И Все Могло Бы Кому То Пригодиться А Этот Пластик Он Реально Вообще Никому Не Пригодится Его Можно Смело Выкинуть Хотя Пластик Тоже Сдают На Переплавку Здесь Даже Снимаются Снимаются Резинки С колесик Ничего Еще Резиночки Есть Какие-то Вот Так Вот Выглядит Колесик Если Без Резинок Кстати Он Беленький Потому Что Он Тоже Светился На Немнож Как Там Масло Умнеть Пальцы Будут Наверное Грязные Тоже Резиночки Какие-то Резиночки Куда Могут Пригодиться В качестве Уплотнителя Какого-то Вот Это Просто Кусок Вот И вся Мышка Кусок Пластика Да Уж Вот Такая Вот Разборка Мышки Теперь Ее можно Смело Выкинуть Я уже Разобрал Посмотрел Что Внутри Знаю Я Как Она Выглядала Внутри И Вы Знаете Как Она Выглядела Внутри Жалко Конечно Что Она Перестала Работать Была Прикольная Мышка Но У меня Есть Другая Более Попроще Оптическая А не лазерная И работает Уже Который Год А это Всего Годик Поработала И все Ровненько Гарантию Отработала И все А до этого Была еще Одна Такая Всего Три Месяца Поработала По гарантии Поменял Следующая Вот Это Год Поработала И все Так что Я Наверное Лазерные Мышки Больше Никогда Не буду Покупать Хотя Может Быть Это Просто Не повезло Хотя Две Мышки В двух Мышках Именно Лазер Перестал Работать Это Странно Ну да Что-то Я Лазеру Уже Не доверяю Вот Такие Дела Ладненько На этом Все Всем Покедова